Сейчас у гастроэнтерологов горячая пора. В палатах нет свободных мест. На смену одним приходят новые пациенты. Осеннее время года, как и весна, гастритный сезон. У людей обостряются заболевания органов пищеварения. Поэтому в межсезонье врачи рекомендуют употреблять блюда, приготовленные на пару, есть больше полезных овощей и отказаться от спиртного. Конечно, нежелательно употреблять жирную пищу и жареную. Это сильнее всего влияет на желчный пузырь и поджелудочное железо. И стараться не кушать пищу, содержащую много консервантов, красить космических добавок. Это очень сильно повреждает слизистую желудка и кишечник. В Татарстане все чаще медики стали выявлять у подрастающего поколения ожирение и сахарный диабет. Этот факт их сильно настораживает. На учете у специалистов стоят около 7 тысяч школьников с избыточной массой тела. По словам экспертов, всему виной фастфуд, который сейчас так популярен среди детей. Это яд. Но дети любят. Нынешние поколения любят эти вещи. Ну, что ж не откажешь. Видите, с каким удовольствием ездят. Мне нравится, что там соли много. Соли много. Потому что вкусно, то едим. Не хватает духа отказаться. Не оставаться надолго без еды и питаться дробно порекомендовали бы врачи каждому школьнику. Некоторые из них, как и студенты, предпочитают в перерывах между занятиями съесть выпечку, нежели отведать полноценный обед. А это также плохо сказывается на здоровье. Учатся школьники старших курсов долго достаточно. 7-8 роков бывает. Если они все это время не кушают, не перекусывают, то, конечно, все эти дискинезии желчного пузыря и возникают, и обостряются, ухудшаются. И обязательно пищей перекусывать, кушать нормальной, а не пирожком и не гамбургером. По словам медработников, гастриты порой протекают незаметно. Переходя в сложную форму, он может перерасти в язвенную болезнь. А язва, как говорят гастроэнтерологи, диагноз на всю жизнь. Она неизлечима.